Доброе утро! В ближайшие полчаса мы сумеем его поднять до отметки в 100 баллов. Наша сегодняшняя программа откроет рубрика «Наши детки», где наши самые маленькие телезрители поговорят о самом главном – о душе. Душа – это когда радуется или не радуется. Душа – это когда дышишь, сердце стучит. Душа – это когда это любишь. Душа – это значит, что какого-то человека любят. А через несколько мгновений мы узнаем все о полезных свойствах риса. Наверняка многие любят рисовую кашу или рис в качестве гарнира. И самое приятное, что оказывается он очень полезен. Полезные свойства риса зависят и от сорта зерновой культуры, и от способа обработки. Максимум полезных веществ содержится в нешлифованном рисе. Он имеет коричневый цвет, поскольку на зерне сохраняется оболочка, богатая клетчаткой и витаминами. Рис белого цвета, тщательно ошлифованный, содержит на порядок меньше полезных веществ, чем коричневый рис. Усредненным вариантом является рис пропаренный, имеющий легкий бурый оттенок. В нем сохраняется основная масса полезных веществ, при этом его вид более привлекателен и приближен к белому рису. Существует также черный рис или дикий рис. Его зерна имеют темный цвет, а питательная ценность – одна из самых высоких среди остальных видов риса. Сверкающая хрустальная посуда, безусловно, гордость каждой хозяйки. Но поддерживать хрусталь в идеальной чистоте – это очень сложно. Поэтому в следующем сюжете мы расскажем несколько простых правил, как ухаживать за хрусталем. Смотрим и запоминаем. Чтобы ваша посуда и другие изделия из хрусталя выглядели сияющими, не нужно прикладывать колоссальных усилий. Достаточно воспользоваться некоторыми советами. Так, посуду и изделия из хрусталя не рекомендуется мыть горячей водой. Хрусталь от этого мутнеет и со временем начинает трескаться. Если хотите добиться блеска, ополосните в холодной воде с добавлением уксуса. В пропорции на 1 литр воды – 1 столовую ложку уксуса. После мытья посуду и изделия из хрусталя можно натереть кусочком бархата, вельвета или шерсти, пропитанной крахмалом. Сильно загрязненную после долгого применения хрустальную посуду можно быстро отмыть, если положить ее на некоторое время в воду от сваренного картофеля в мундире, а после просто протереть насухо хлопчатобумажным полотенцем или салфеткой. Наши бабушки протирали потускневший хрусталь сырой нарезанной картофелиной и затем полоскали в холодной воде с добавлением небольшого количества синьки. Если в хрустальной вазе для цветов появился зеленоватый налет, его можно отмыть без специальных моющих средств. Для этого в воду для мытья требуется добавить соль, желательно крупную, и уксус. Если необходимо почистить хрустальную люстру, запаситесь парой безворсовых перчаток, чтобы не оставлять следов от пальцев и льняным полотенцем. Для влажной чистки такой люстры нежелательно использовать мыльные растворы, потому что мыло создает жирную пленку на поверхности, и при сильном нагреве хрусталь потрескается. Также нельзя использовать абразивные средства. Можно использовать обычные средства для мытья посуды, но лучше всего просто промыть хрустальные составные люстры в растворе прохладной воды и нашатырного спирта. Одну столовую ложку на один литр воды. Несмотря на то, что японская кухня сейчас безумно популярна, у многих все еще возникает вопрос, а безопасны ли суши и роллы? Мы решили узнать об этом вопросе как можно больше, и в следующем сюжете с удовольствием вам об этом расскажем. Суши – это, грубо говоря, одна лепешка с рыбой. Роллы – это блюдо, состоящее как минимум из четырех кусочков, поэтому одной порции суши вы никогда не наедитесь. Для приготовления роллов всегда используется лист морских водорослей, чего нельзя сказать о суши. Роллы более популярны. Согласно многочисленным вопросам, они куда вкуснее суши. Поскольку оба этих вкусных блюда зачастую изготавливаются из сырья, не подвергающегося термальной обработке, то возникает риск развития опасных для здоровья бактерий. Именно поэтому нельзя есть суши, которые хранятся более нескольких часов на открытом пространстве. Другая проблема – наличие паразитов. Ни для кого не секрет, что огромный процент рыбы заражен яйцами паразитов. При этом может не спасти даже морская рыба. Для того, чтобы избавиться от паразитов и их яиц, необходимо замораживать сырье при определенной температуре на определенное время. Наконец, рыба содержит большое количество тяжелых металлов, включая ртуть в опасной концентрации. В результате вся эта гадость попадает в организм человека, где со временем накапливается и вызывает различные заболевания, вплоть до онкологических. Гранат и гранатовый сок очень полезны. Поэтому в следующем сюжете мы расскажем об этом фрукте много интересного. Если вы хотите знать, чем полезен гранат для нашего здоровья, то смотрите следующий сюжет. Благодаря содержащимся в гранате дубельным веществам, чудо-плод обладает дезинфицирующим действием. Но больше всего этих веществ не в мякоти граната, а в коре гранатового дерева. Ее можно использовать при инфекционных заболеваниях, как растительный антисептик. Исследования доказали, что кора граната – мощное оружие против кишечной, дезинтерийной, а также туберкулезной палочки. Сок граната используется как освежающее средство, а также как средство, улучшающее аппетит и нормализующее работу желудочно-кишечного тракта. Сок граната и отвар его кожуры помогут исправиться даже от дисбокотериоза кишечника. Считается, что регулярное употребление в пищу гранатов снижает риск развития рака груди у женщин. Еще он очень полезен при различных заболеваниях сердца. Свежие плоды эффективны при кашле, простудных заболеваниях и малярии. Их назначают как общеукрепляющее средство при истощении, малокровии и атеросклерозе. Свежеотжатые гранатовые соки обладают не только восстановительной, но и очищающей способностью. Гранатовый сок – не исключение, ведь этот сок содержит антиоксидантов больше, чем зеленый чай. Он повышает уровень гемоглобина, аппетит и регулирует деятельность желудка. Служит антисептическим, мочегонным, противовоспалительным и даже обезболивающим средством, а также повышает сопротивляемость организма человека радиации. Его рекомендуется пить даже беременным женщинам, особенно в сочетании с морковным и свекольным соками. Гранатовый сок также показан при малокровии и истощении организма, вызванном продолжительной болезнью. Сок плодов сладких сортов назначают после инфекционных заболеваний и операций, а также при болях в желудке. Всем известно, это простая забава выпустить гелий из шара и при этом говорить мультяшным голосом. Нам стало интересно, почему же так происходит. И в следующем сюжете мы расскажем об этом небольшом, но очень смешном секрете. Что такое человеческий голос? Это звуковые волны, которые рождаются благодаря колебаниям голосовых связок. Частота колебаний, как и тембр голоса, зависит от плотности среды. А поскольку гелий имеет плотность значительно меньшую, чем у воздуха, он сжимает голосовые связки, заставляя их колебаться с более высокой частотой. Поэтому после вдыхания газа мы можем слышать писклявый, как у мышки, и одновременно смешной голосок. В целом данное развлечение можно считать безопасным, ведь вместе с газом в организм попадает кислород. Более того, распознать человека, надышавшегося гелием, трудно, за исключением того момента, когда он начнет говорить. Да и сам газ на вкус узнать невозможно. Он не имеет ни вкуса, ни запаха. Тем не менее, от него могут возникнуть побочные явления, среди которых тошнота, головокружение, затрудненное дыхание. Между тем, если на время поместить человека в камеру, наполненную только гелием, спустя некоторое время он задохнется. Сезон отпусков в самом разгаре. И если вы еще не ездили никуда за пределы нашего города, то наверняка заботились мыслью, где же отдохнуть. Но где бы вы не отдыхали, вам понадобится чемодан, как самое основное вместилище ваших вещей. И тут вопрос встает о качестве чемодана. Как выбрать самый надежный, правильный, легкий и удобный чемодан мы расскажем через несколько мгновений. Сначала определитесь, какой размер чемодана вам нужен. Если вы переезжаете, то существуют чемоданы больших размеров. Если же вам предстоит поездка в отпуск, то подберите себе чемодан среднего размера. Для краткосрочной выездной экскурсии или командировки подойдут чемоданчики поменьше. Если колеса маленькие, пусть их даже много, пластиковые прикреплены к чемодану на дополнительных элементах, это значит, есть большой риск потерять их в дороге. Все неровности дороги безжалостно гнут детали, ломают крепления и колесики отваливаются, клинят и всячески мешают передвижению. Колеса должны быть достаточно большие, иметь резиновую оболочку и быть слегка утоплены в дно чемодана. И прикреплены специально усиленными деталями. Ручка у чемодана должна быть прочная, телескопическая, то есть выдвижная, надежно прикреплена, не раскачиваться из стороны в сторону и фиксироваться на 2-3 уровнях длины. Помимо выдвижной ручки, обязательно должны быть еще пара обычных ручек на двух сторонах чемодана. Поднимать чемодан, например, по лестнице, можно только за эти ручки, так как выдвижную можно повредить. Ткань, из которой сделан чемодан, должна быть темного цвета. Так практичнее и обязательно иметь водоотталкивающую пропитку. В этом случае вы предохраните багаж от дождя, брызг, снега и грязи. Можно приобрести пластиковый чемодан. Такой чемодан лучше держит форму, за ним легко ухаживать. Но, если этот чемодан попал в аэропорт на погрузку-выгрузку к лихим грузчикам, вы можете получить его треснувшим. При значительных ударах пластик не выдерживает. У каждого ребенка наступает момент, когда ему нужно публично выступить. На утреннике в детском садике или на концерте в школе тем не менее ваш ребенок будет волноваться. Как подбодрить ваше чадо? Что сказать? И как подобрать самые правильные слова? В следующем сюжете мы расскажем несколько универсальных советов. Думается, рано или поздно любой родитель сталкивается с такой ситуацией, когда ребенок, готовясь к детскому утреннику, на репетициях громко и четко читает стихи, а зайдя в переполненный зал, теряется и молчит, как партизан. Воспитательница шипящим шепотом подсказывает слова, а мама виновата опускает глаза и покрывается пятнами от спущения. Что же произошло? Ничего особенного. Просто в поведении ребенка проявился весьма распространенный страх. Страх публичного выступления. Исследования показывают, что от подобных опасений не застрахованы даже люди так называемых публичных профессий. Руководители, преподаватели, актеры. Совсем не бояться публичных выступлений это скорее всего из области фантастики. Приходится признать, что возникновение подобных опасений это вполне нормальное для психологически благополучного человека явление. В той или иной форме они есть почти у каждого. Но у одних людей эти опасения проявляются в виде легкого волнения, помогающего собраться с силами и выступить хорошо, а у других в виде парализующего сознания и деятельность состояния близкого к панике. Если именно это состояние характерно для вашего ребенка в тех ситуациях, когда ему предстоит выступить на людях, попробуем определить, что может быть его причиной. Распространенные причины страха перед публичным выступлением у дошкольников это их столкновение с принципиально новой для себя ситуацией, зависимость от оценки окружающих их взрослых, слишком высокие ожидания родителей, адресованные своему ребенку, низкая самооценка ребенка и его неуверенность в себе. Страх выступать на публике это весьма распространенное и вполне нормальное явление. Многим людям он не мешает, а помогает в их выступлениях. Признаками того, что страх относится не к помогающим, а к мешающим, помимо прямо высказанных ребенку опасений, являются постоянные разговоры ребенка о предстоящем выступлении как с тревожными нотками, так и без них, излишне тщательные приготовления к выступлению. Выступление ребенка значительно хуже его собственных возможностей, проявлявшихся в ходе подготовки. Отказ от выступления как до его начала, так и в процессе. Отказ от участия в последующих выступлениях и даже от подготовки к ним. Поддержите своего малыша, дайте понять своему ребенку, что как бы он ни выступил, вы все равно его любите и принимаете таким, какой он есть. Интернет-знакомство все больше приобретает популярность среди молодых людей. Все еще мы не можем оторваться от компьютера и пойти познакомиться на улице. Но в следующем сюжете мы расскажем о непростом знакомстве, а знакомстве с иностранцем. И точнее будем разговаривать о переписке с лицом, который проживает вне нашего государства. Что следует знать и от каких бед нужно себя огородить. В следующем сюжете мы подробно об этом поговорим. Всем известно, что в нашем мире язык считается средством общения. Однако главным преимуществом пользуются те, кто знает свой родной язык, а также хотя бы один иностранный. Благодаря этому человек может понимать жителей разных стран и национальностей. Общаемся мы по разным обстоятельствам, желая поучиться для обмена опытом, для общения с иностранными коллегами, а также попросту ради развлечения. Представим, что вы приняли решение начать личную переписку с иностранным жителем для ближнего знакомства. Как вести переписку? Что следует знать? Изначально следует понять, что если иностранец проявит к вам симпатию, он, скорее всего, захочет переписываться с вами каждый день. И вам следует решить, сможете ли вы уделять ему достаточно времени. Но что делать, если общаться хочется, но вы не знаете языка? Тогда к вам на помощь придет бюро переводов, и профессиональные переводчики помогут вам прочитать письмо и правильно ответить на него. Профессиональный письменный перевод обязательно необходим, если вы имеете намерение найти жениха за границей. В бюро переводов обычно есть специалисты, которые специализируются на брачной билетристике. Кроме того, вы сможете попросить помощи переводчика в режиме онлайн, что очень удобно и быстро. Квалифицированный сотрудник по вашей просьбе или поможет вам немного освоить язык, предоставив некоторые материалы, или просто переведет для вас письмо. Примечательно то, что услуги бюро не отличаются большой стоимостью. Ваше счастье важнее. Также важно придерживаться канонов делового стиля письма. Однако это вовсе не значит, что у вас должно быть качество оформления письма превыше всего. Переписки почаще называйте собеседника по имени, что расположит его к вам, избегайте общих безликих фраз. И вот ваша переписка зашла настолько далеко, что мужчина решил встретиться с вами. В таком случае можете не отказываться, поскольку у вас будет возможность посмотреть другую страну, познакомиться с ее жителями и культурой. Однако, если ваша пассия делает вам предложение просто в переписке, остерегайтесь принять его, так как человек, который действительно вами увлечен, он не захочет писать вам сухие слова, а предпочтет приехать и посмотреть в ваши светящиеся счастья в глаза. Юлия Панкратова, Олег Писаренко, Миржан Хешгиреев, ТДК-42. Наша сегодняшняя программа завершит рубрика «Полезные советы» и расскажем мы про простой предмет «Обыкновенное мыло». Чем оно может пригодиться нам в быту и как его использовать помимо его первоначального предназначения, вы узнаете через несколько мгновений. Мыло поможет защитить руки и ногти при работе с землей. Руки нужно намылить и когда они высохнут, можно приступить к работе с землей. Мыло образует на руках пленку, которая защищает их. Также следует поскрести ногтями кусочек мыла до начала работ. Грязь потом легко отмоется. Мыльный раствор защитит домашние растения от бактерий, микробов и насекомых. Кусочек ароматного мыла можно положить на подоконник. Оно отпугнет насекомых. Если смазать мылом тугую молнию, замок будет хорошо скользить. Ну что ж, дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня на календаре 23 июня, вторник. Вот так вот очень быстро мы подбираемся к концу первого месяца летом. Это, конечно, не может не огорчать, но с другой стороны, впереди еще столько времени, чтобы насладиться этим теплым и даже жарким временем года. Всем отличного настроения, хорошего вторника. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»